День Учителя Встречал, отмечал, поздравлял, поэтому поздравляю и вас, и всех наших зрителей, и всех учителей, и всех, кто имеет к этому отношение, но к поздравлениям чуть позже. Давайте вот с чего начнем. Ну, уже месяц, да, получается, как идет учебный год, и мы встречались с вами накануне начала учебного года, и мы говорили в том числе о том, что у нас в городе появилось как минимум две школы, как минимум две больших пристройки к существующим школам. Процесс запущен. Как эти школы, как эти новые объекты уже работают? Знаете, да, встречаясь накануне учебного года, мы с вами уточним, говорили о том, что мы завершаем процедуру лицензирования объектов. Действительно, две школы на Байбакова, филиал 71-й и на Веркиева, филиал 11-й школы, получили лицензии 29 августа и 2 сентября, в этот раз, 2 сентября, открыли двери для учеников. Начался учебный процесс, полностью оборудованы великолепные новые здания, довольные родители, довольные дети, самое главное, довольные учителя. Великолепный подарок, на самом деле, к Дню Знаний. Кроме того, напомню, еще было две пристройки к 23-й гимназии 81-й школе, и они тоже открыли свои двери, мы завершили полностью процесс оформления соответствующих документов непосредственно к новому учебному году. Это такое знаковое для нас событие. Первый раз, наверное, мы открываем 4 объекта, если уже говорить, на самом деле, о всей строительной отрасли в День Учителя. И еще, буквально вчера, мы открыли еще один детский сад, который в поселке Плодородный 2, который тоже открыл свои двери для детей. Еще предстоит два открытия в поселке Индустриальном и на Красных партизанах 1-4 завершаются необходимые процессы документирования соответствующей деятельности. Поэтому этот учебный год уже как месяц, на самом деле, я считаю успешным с точки зрения инфраструктурных проектов и, на самом деле, развития образовательных учреждений в городе Краснодаре. Тогда вот этот месяц, ну, я понимаю, что, ну, казалось бы, да, что может быть более академичная, чем система образования, при этом за последние годы мы все понимаем, что она как-то постоянно меняется, куда-то движется, те же самые образовательные стандарты, о которых мы очень много говорили. Если сравнивать учебный год 19-20, да, и там, я не знаю, 18-19 или там 17-18, вот этот старт, они похожи или, я не знаю, там, получше, похуже, какая-то динамика есть, куда мы сейчас двигаемся, мы понимаем? Да, конечно, ну, первое скажу, они похожи всегда по усиленной работе непосредственно перед первым сентября для запуска образовательных учреждений, хотя, похоже, только в этом, на самом деле, работа там многогранна и безгранична. Если говорить о том, что в этом году, как бы, нас ожидает, в том числе, учителей, то мы фактически завершили переход на федеральные государственные образовательные стандарты. Идет сейчас плановая серьезная работа, которая там подходит своему завершению по повышению квалификации учителей. Поставлены новые цели и задачи в национальном проекте образования, в указах президента, в проектах «Наша новая школа» по поводу дальнейшего развития и модернизации системы образования. Но одно из важнейших направлений — это цифровизация системы образования. Мы занимаемся уже достаточно давно, вводим системы, соответствующие документооборота электронных, электронных журналов, дневников, о чем мы тоже говорили. Но сейчас уже понимаем прекрасно, что назрела серьезная проблема, и ее надо решать — это повышение уровня цифровой грамотности учителей. И такая задача поставлена до 2024 года. Все учителя должны будут пройти максимальную переподготовку в этой связи. — Я прошу прощения, что перебиваю. Я так понимаю, что те новые кадры или молодые кадры, которые уже работают, им, наверное, полегче, мы сейчас говорим о преподавателях, скажем так, более старшего поколения. — Ну, конечно, но на самом деле все учителя, в том числе и молодые кадры, конечно же, им полегче, потому что они, ну, что говорится, с компьютером на «ты», они выросли в среде… — Ну, они уже родились, да? — Да. Ну, у нас уже ребенок первое, что берет в руки, это планшет или пульт от телевизора, а не книжку. В этой ситуации действительно так. Но, конечно же, будет в первую очередь направлено на вот старшее поколение, хотя пройдут переквалификацию все. Потому что системы, которые входят в нашу жизнь, которые помогают образованию, они действительно современные и требуют качественного профессионального подхода. — Очень серьезную ситуацию в национальном проекте нам задали соответствующие показатели, как открытие точек роста в сельских школах. Первый этап сделан, четыре в городе Краснодаре открылись, как и по всей стране, в один день. Великолепные новые центры гуманитарного цифрового образования. На село было обращено сейчас особое внимание. Уже прошли переквалификацию учителя технологий, которые там должны преподавать на новом качественном уровне. И сам предмет, и смежные с ним области. Более того, например, сейчас стоит задача привлекать туда не только детей этой школы, но и близлежащего района, а даже и, наверное, некое взрослое население, которое может там проходить в современных условиях. Либо реализовать свои какие-то досуговые вещи, либо действительно получать какие-то новые знания, какие-то профессии. — Еще один момент. Мне кажется, нужно сделать эту ремарку. С одной стороны, для, может быть, кто не часто смотрит нашу программу. С одной стороны, мы говорим о том, что, да, мы говорим про город Краснодар. Сейчас вы говорите про сельские школы, но надо учитывать, что у города есть достаточно серьезный пригород. И вот мы сейчас говорим именно об этих территориях. — Город Краснодар многогранен, да, любимый наш город, действительно такой. Если я теперь перейду плавно к городской черте города. — В центр города. — В центр города. Опять же, возвращаясь к национальному проекту, здесь поставлена задача и переоснащение всех школ современным технологическим оборудованием. Если мы о чем говорили, о новостройках, там действительно все современное, и мы это видели, и библиотеки, и робототехника, и кабинеты физики, химии, математики, уже не обходятся, уже даже не просто без обычного проектора, а там современнейшие большие плазменные панели, которые фактически являются планшетами. — То есть это не просто большой телевизор, да? — Это планшет, вот тот планшет, который мы всегда держим со всеми возможностями, только сделанный в виде огромной доски, на которой можно и писать, и можно и выходить в интернет и получать соответствующие образовательные какие-то материалы. — Материал, да, образовательный материал. Соответственно, эта же задача поставлена по действующим школам. И в этом году 8 школ города получат современные новые кабинеты химии, физики, технологии, как я уже говорил, именно для профилизации ранней профориентации учащихся. И это будет только наращиваться. Проект, как обычно, у нас рассчитан на соответствующий долгосрочный период. — Вот здесь тогда еще один момент. Я же понимаю прекрасно, я думаю, наши зрители это тоже понимают, что вот так вот в один месяц, я не знаю, в один год, да, или за один учебный год поменять оборудование, обновить, купить те же самые панели и так далее, это невозможно просто потому, что это очень дорого. Готов ли бюджет, да, идти на это? Готовы ли депутаты городской думы, которые принимают бюджет на год, обращать внимание на систему образования, хватает ли денег, насколько это вот, ну, финансируется вот этот переход? — Конечно же, это же национальный проект, и здесь идет даже речь не просто о городском бюджете, а о сбалансированности всех уровней бюджета, федерального, краевого и городского. Если говорить, скажем так, о неких бюджетных правилах, то трата денежных средств на эти проекты идет только на условиях софинансирования. И, естественно, как только передведение национального проекта, прорабатываются в первую очередь финансовые возможности соответствующих муниципалитетов. Все условия, которые необходимы от городского бюджета, в нем заложены, все уровни софинансирования, касающиеся не только оборудования, но и, в частности, курсовой переподготовки учебников, соответствующих оборудований и так далее, они в местном бюджете предусмотрены. И предусмотрены они и на трехлетний, соответствующий плановый период. Здесь никогда у города Краснодара не возникало никаких вопросов по участию даже в различных конкурсах, в получении различных грантов на модернизацию школ, капитальный ремонт и так далее. Всегда местным бюджетом обуславливается тот уровень софинансирования, который нам необходим для подачи заявок на получение денежных средств из высших уровней бюджета. Тогда вот еще один такой момент. Да, мы говорим, что школа меняется. Да, мы говорим, что меняются учителя. Я думаю, что во второй части программы мы поговорим больше об учителях. А меняются ли родители? Есть ли вот сейчас, появляется ли вот эта вот, да, в какой-то степени утраченная связь между школа, родитель, да, и как такой венец этого треугольника получается ученик? Родители готовы меняться? Вы знаете, этот, как вы сказали, треугольник, верамида, она всегда существовала, и всегда взаимодействие есть. Более того, если вспоминать теоретические основы, в процессе обучения мы ничего не можем сделать без родителей. Они являются, а сейчас по закону, фактически основными теми, кто отвечает за обучение учащихся. И вот это взаимодействие всегда было и налажено. Что можно сказать о родителях, вот в сменяющихся реалях, они становятся строже, они становятся требовательнее. Они становятся... И к школе, и к ребенку. И к школе, и к ребенку, и к процессу обучения, и к процессу взаимодействия со школой. И это, наверное, большой плюс, потому что это как раз то, к чему мы все стремимся, к созданию нормального гражданского общества. Когда есть и обратная связь, и когда нам говорят, ребят, вы что-то там, допустим, не то делаете. Или давайте сделаем вот это, и во взаимодействии поможем реализовать какой-то серьезный проект. Вот это и есть. Работать в этих новых реалиях непросто, скажу сразу, потому что отрасль образования – это такая стабильная система, которая привычно работает по программам, очень регламентированно и так далее. Но, тем не менее, и система образования, скажем так, школа, не система образования, а школа, школа к этому подстраивается. И мы максимально стараемся следовать вот этим современным, скажем так, тенденциям. И это, наверное, самое главное, что нам предстоит сделать. Не, скажем так, отработать там, ФГОС он отработан. Качество квалификации учителя есть, как я уже сказал, системно, это всегда было. Есть курсовая переподготовка, новые веяния. Вопрос очень серьезный внутреннего состояния учителя, родителей, ученика, без которого, на самом деле, то, о чем мы сейчас говорили, применять очень трудно. И вот главная ситуация для меня, как для руководителя департамента, да и для системы города Краснодара – именно найти это серьезное взаимодействие с родителями, с учениками на новом качественном уровне, с учетом повышения требовательности как родителей к нам, так и требовательности самих нас к себе. Мы продолжаем программу. Еще раз напомню, мы сегодня говорим об учителях, тем более, что наша программа выйдет в канун Дня Учителя. Алексей Сергеевич, ну вот в первой части мы, мне кажется, подробно проговорили, что из себя представляет современная школа. Теперь я все-таки напоминаю про День Учителя, давайте поговорим про учителей. Ну, относительно истории, да, мы не так давно начали с вами встречаться здесь в этой студии, но вот наши первые встречи, мы, я помню, с вами говорили о том, что есть, да, есть дефицит учителей в городе. Мне кажется, при отсутствии конкуренции требовать какое-то определенное качество, ну, достаточно сложно. Сейчас, насколько высокие требования предъявляются учителю, насколько, скажем так, наши учителя городские конкурентны, там, на уровне края, на уровне страны? Ну, наверное, на этот вопрос, скорее всего, можно ответить результатами образовательного процесса. Я считаю, что краснодарское образование, ну, лучшее там в краснодарском крае, по одной простой причине, что, например, в олимпиадном движении 9 призеров и победителей всероссийского этапа олимпиады школьников, это показатель, а всего 343. Это вот за этот год, это только за этот год, естественно. Я анализирую только вот прошедший учебный год, да, вот ситуацию. Это, естественно, результат единого государственного экзамена. Как бы мы ни говорили о миграционных процессах, об различных уровнях подготовки учеников, но результаты единого государственного экзамена остаются очень высокими, выше там соответствующих показателей среднекраевых или общероссийских. Но насколько все-таки вернусь к вопросу, насколько должен подготовлен был учитель. В первой части программы действительно с вами говорили о национальном проекте и говорили о курсах повышения квалификации. Конечно, требования к современному учителю повышаются. Он должен обладать знаниями и умениями применением современных технологий и, самое главное, техники образовательной в образовательном процессе. Это серьезный критерий, которого надо достигать. Если говорить об уровне знания, то, конечно же, уровне знания предметов на первый план сейчас становится развитие творческих, креативных способностей учителя, потому что каждый учитель сейчас стоит задачей, должен овладеть проектной деятельностью. На самом деле, достаточно такой вот новой технологии. Легче сказать, чем сделать. Не просто традиционно по программе выдавать материал классический, а именно реализовывать ряд проектов интересных для ученика. Ну и, соответственно, для учителя, для того, кто его реализует. Это очень серьезное требование. И ему надо учить, естественно, но и самое главное, надо перестраивать внутреннее самосознание учителя. Ориентироваться на вот эти новые некие реалии. Если говорить об качестве учителей в городе Краснодаре, вот мы затронули тему нехватки кадров, да, она всегда была. И всегда мы с вами говорили на программах, что в городе Краснодаре остается среднестатистическое. Да, есть вакансии, да, необходимость их заполнять. Да, наверное, на 1 сентября, там, к 15-му только мы находим максимальное количество кадров. Да, нужны учителя очень серьезно начальной школы. Узкие предметы, да. Ну, узкие предметы, да, там, вот физика, там, химия в этой ситуации. Но сам процесс с вакансиями вот в Краснодаре достаточно стандартен. Но это обуславляется теми же миграционными процессами. Все-таки к нам едут не только дети, к нам едут взрослые, в том числе учителя. И едут, на самом деле, высококвалифицированные учителя, потому что уровень краснодарского, качество краснодарского образования не снижается. Но, еще раз говорю, не зря начали реализовывать национальный проект. Уже наступило понимание того, что просто стандартная подача материала, знание, хорошее предмета, наверное, не очень достаточно для того, чтобы... Заинтересовать. Заинтересовать, в первую очередь, вы правильно сказали, заинтересовать ученика, ну, а, естественно, и выдать качественный продукт, качественное образование для него. Вот здесь есть еще один момент. Да, мы все уже привыкли, мы об этом много говорим. Есть конкурс, он такой, да, эшелонированный конкурс «Учитель года». Но ведь есть еще какие-то другие ответвления. Есть там по узким предметам, да, какие-то конкурсы. Есть конкурсы, может быть, которые не очень, там, не знаю, там, проводят не только государство, да, а какие-то общественные объединения тех же учителей, да, или какие-то институты. Насколько наши учителя, я имею в виду городские, насколько у них есть возможность принимать участие в таких конкурсах, принимаем ли мы, есть ли результаты? Вся система конкурсов, которая сложилась в нашей стране, это система открытых конкурсов, они не закрыты. В принципе, любой учитель может подать заявку и поучаствовать. Но если говорить о нашем стандартном, традиционном конкурсе «Учитель года», который имеет ступень вплоть до уровня Российской Федерации, вот у нас он проходит в начале каждого календарного года. Милости просим всех учителей в нем принимать участие, надо дать должное, количество его участников растет в режиме прогрессии, потому что мы его всегда модернизируем немножко на муниципальном этапе, вводим какие-то заочные вещи, да, где можно очень просто поучаствовать, и, соответственно, выловить какую-то изюменку и пропустить дальше в очные этапы. Но также существует масса конкурсов, проводимых и Министерством просвещения Российской Федерации, и различными общественными организациями, работающими со школами в нашей сфере и вузами. И эти конкурсы открыты сейчас, система интернет, сеть интернет, это, конечно, безграничное море, на самом деле, для вот этой деятельности. И учителя принимают очень серьезное участие в подобных конкурсах и достигают результатов. Я даже, вы знаете, подчас не успеваю там отслеживать, откуда приходит грамота, а что мотивирует. Очень важно становится вот это новое модное слово, не русское, портфолио учителя, да, он его должен набирать, повышая свою статусность. И, соответственно, это его и стимулирует участвовать в подобных конкурсах, как творческих, так и профессиональных в этой связи. Поэтому здесь уровень, скажем так, участия города... Вовлеченности, да. Вовлеченности города Краснодара очень велик. Более того, скажу, что у нас существует еще и материальная поддержка успешно работающих учителей, как молодых, так и опытных, да, работающих давно в школе. Это грантовая поддержка главы города. 50 тысяч рублей получают учителя, активно принимающие участие в различных конкурсах, они называются у нас таким общим названием учительские весны, воспитатели детских садов и другие доп. образования. Например, в прошлом году по поручению главы мы увеличили количество грантодержателей. Их было в каждой категории 50, 50 и в дополнительном образовании 25. Мы уравняли эти категории. А это серьезная поддержка. На самом деле стимулирующая в том числе набор вот этого портфолио и предъявление нам соответствующих результатов. Ну тогда вот смотрите, есть там один учитель, да, который активный, который там продвинутый. Он в интернете, как вы говорите, вылавливает эти конкурсы, участвует и так далее. У него, ну там, образно говоря, вот такое портфолио, да. У кого-то поменьше, у кого-то там еще побольше. А есть система, есть площадка, есть возможность собраться учителям, ну что называется, может быть, в неформальной обстановке, да, полистать портфолио свои и обменяться опытом, да, сказать, вот здесь вот так вот можно выиграть, вот здесь вот так, вот здесь я вот это узнал, да, там от коллег из Барнаула, грубо говоря, да, а здесь вот такая возможность есть, потому что далеко не каждый, да, может принять участие во всех конкурсах. В городе Краснодаре это создано, и создана эта возможность довольно давно. Я не говорю уже о стандартных классических вещах, как размещение электронных результатов соответствующей методической деятельности на сайтах Департамента образования, научно-методического нашего центра, но у нас создан ряд общественных организаций, ну, самое главное, это, конечно, наш профсоюз работников образования, но еще есть общественные организации, например, победители конкурса «Учитель года». У молодых учителей что-то, вы помните, здесь говорили, да? Да, молодые, есть создан, буквально вырос сам по своей инициативе из клуба молодых учителей, серьезная работа Ассоциации молодых учителей, которая ведет огромную неформальную работу, и мы поддерживаем ее, предоставляя площадки для форумов, для вот такого общения, о котором вы говорите. Более того, эти организации идут даже дальше. Не только сообщество педагогическое вовлекает в свою деятельность и организует вот это админопытом общения, они идут и в студенческую среду, в педагогические наши учебные заведения, которые готовят нам кадры, показывая, как может быть интересно профессии учителя и чего здесь можно достичь. Поэтому такие площадки существуют. Существует площадка и Ассоциация ветеранов педагогического труда, которые не забывают и учителей, которые уже вышли на пенсию и работают с ними, но тем не менее проводят серьезнейшую работу, в том числе во взаимодействии с Ассоциацией молодых педагогов. То есть это на самом деле очень серьезная связка взаимодействия общественных организаций, созданных непосредственно педагогическим сообществом между собой, которая является на самом деле главной площадкой по продвижению того опыта, по продвижению опыта участия в соответствующих конкурсах на нашем городском уровне. Мы, конечно же, тоже пытаемся регулировать эту деятельность, например, молодым педагогам. Ставим задачи повышать, например, вовлеченность молодежи в участие в соответствующих конкурсах. Они эти задачи успешно выполняют. Ну, опять же, я понимаю, что по старой русской традиции праздник одним днем никогда не обходится. День учителя с таким количеством людей, которых поздравляют, и с таким количеством вовлеченных в этот праздник людей. Явно там три-четыре дня. Я знаю, что наверняка у вас огромное количество встреч в школах, да, и на каких-то собраниях вы поздравляете своих коллег. Но, тем не менее, сейчас у вас есть возможность поздравить всех сразу, учителей города Краснодара. Вот камера, прошу вас. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я от всей души сердечно и искренне поздравляю вас с профессиональным праздником День учителя. Вы знаете, наш труд, наверное, оценить невозможно. По моему мнению, он бесценен. Такие качества, как целеустремленность, эффективность работы, строгость, доброта, присущи нам учителям. И эти качества позволяют нам выполнять нашу работу эффективно, хорошо, с любовью. В канун праздника Дня учителя я хотел бы пожелать вам, уважаемые коллеги, терпения, профессиональной гордости, счастья, здоровья, а самое главное, благодарности ваших учеников за наш нелегкий труд. С праздником, уважаемые коллеги. Вас тоже с праздником. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Ну и передайте наше поздравление вашим коллегам. Уважаемые телезрители, вам хочу напомнить, что мы сегодня говорили об учителях, мы сегодня говорили о школах, мы сегодня говорили о том, как система образования выставлена в нашем городе. Ну и прежде чем попрощаться, хочу вам тоже, уважаемые учителя, да и все мы краснодарцы, да, у каждого из нас есть любимый учитель, есть учитель, которого мы вспоминаем. В конце концов, есть те учителя, к кому мы сейчас вводим наших детей, или есть родственники, как у меня, у меня мама учитель. Так что всех с этим замечательным праздником, всем счастья, здоровья, ну и что самое главное, чтобы профессия эта никогда не умирала, чтобы детей было в городе много, и чтобы было кого учить. Еще раз напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был директор департамента образования администрации Краснодара Алексей Некрасов. Большое спасибо еще раз. С праздником. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова